Всем привет! Большое спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня на нем вышло необычное видео, посвященное не рукоделию, как обычно, а обзору отеля, в котором нам удалось отдохнуть в Турции, в прекрасном местечке Сиде. Если вы заглянули на мой канал случайно, прошу прощения за качество этого видео, потому что я не travel-блогер, я веду свой канал о вышивке и рукоделии, и это такая любительская съемка. Мои подписчики попросили рассказать об отеле, сделать рум-тур, что я, в общем-то, и показываю. Сейчас на экране вы видите санузел, такая душевая комната с стенами под ржавчину, набор косметики, там есть все, гель для душа, шампунь, молочко для тела, кондиционер для волос, зубные щетки, пасты, бритвенный набор, расческа, ватные палочки, ватные диски. В общем, в принципе, все, что нужно. Косметика хорошего качества, мне очень понравился кондиционер для волос, я им пользовалась активно. В целом, важно, наверное, сказать о том, что отель новый, он открылся только в июле, поэтому он такой свеженький, чистенький, пока еще не очень, скажем так, испорченный, испачкан гостями. Вот полагались в номере тапочки, кстати, очень классные, я в них ходила весь отдых, они не одноразовые, и еще в конце, когда мы уезжали, были как новенькие. Очень понравилось, что есть гладильная доска и утюг, не надо ни у кого просить, ни за кем бегать, как бывает в других отелях. Есть сейф, в который можно спрятать ценные вещи, мини-бар сейчас на экране. Ну, здесь такой стандартный набор, чай-кофе, кстати, чай очень хороший, я попробовала, когда уже устала от отельной еды, мне он очень зашел. Очень много здесь воды, вот 4 бутылки стоит наверху, еще в холодильнике несколько бутылок обычной воды, плюс пара бутылочек газированной воды, чайник, сахар, в общем, все, что нужно для таких вечерних чаепитий. В холодильнике мини-бар, который пополняется каждый день, там всякие напитки, привычные нам, кола, спрайт, пиво, все это бесплатно абсолютно, молочко, каждый день добавляют того, что не хватает. Ну, кстати, хочу отметить, что кола, спрайт, фанта по вкусу отличаются от наших, они, как показались, мне более такими пресными, не такими сладкими. Сейчас номер на экране, насколько я поняла, он в таком стиле эклектики выдержан, ну, прикольный, очень хороший, стильный, приятный глазу, и в нем приятно находиться. Нам достался номер почему-то с тремя кроватями, вернее, с одной большой двуспальной и с маленькой односпальной, то есть такой семейный номер, в котором можно с ребенком заселиться. И также прилагался к номеру балкон просто гигантских размеров, на котором можно было учиться танцевать вальс. Вид, я так поняла, у всех не очень неважный, в принципе, вида на море хорошего нет, поэтому нет смысла за него переплачивать, но нам вот достался вид на центральный вход, постоянно мы видели, как кого-то увозят на скорой, и вот на другие отели, и немножко видно было горы вдалеке. Также очень захотелось ставить этот фрагмент, нам как-то сделали вот этих забавных лебедей, это было очень забавно и мило. Вот не могу не отметить, что все-таки слышимость в номере очень хорошая, мы постоянно слышали, как кто-то храпится в сиднем номере, и если рядом с вами живут гости с детьми, вы это, конечно, будете знать сразу. Сейчас на экране вы видите такой переход, который соединял наш корпус, и основной корпус, в котором располагался ресторан, вот так вот нужно было пройти такой туннельчик, чтобы добраться до кухни. Выглядит это, конечно, очень прикольно и завораживающе, необычное архитектурное решение. Но в целом к номеру претензий нет, он такой большой, нам досталось на пятом этаже типа мансарды, просторный, хороший, уютный, шкафы, кровати мягкие, очень много подушек, всего было в достатке. Ну, разве что лифт очень сильно был слышен. Что касается питания, ну, основные это завтрак с 7, кажется, до 11 утра, потом обед с 12 до 14.30, и ужин с 19 до 22, если я не ошибаюсь. Сначала мне показалось, что ресторан какой-то очень маленький, но в целом еды было предостаточно, то есть был огромный выбор всяких горячих блюд, супов. Правда, всегда было где-то два, наверное, вида. Вот детское питание только в баночках в основном. Много очень сыров. Потом была также зона, где в обед и на ужин готовили пасту, а на завтрак готовили омлеты. Стоит отметить, что всю еду накладывает персонал. В связи с коронавирусом я не могу сказать, что это доставляло какие-то неудобства, ну, такие совсем маленькие минутные задержки разве что. было очень много всякой зелени, салатов, солений, просто какое-то превеликое количество видов оливок и маслин. Также очень-очень много фруктов, как в разрезанном, так и в целом виде. Ну и отдельно, конечно же, стоит отметить разнообразие десертов, потому что десертами славен, мне кажется, ресторан этого отеля. Десертов просто превеликое множество, и они каждый день меняются. То есть, ну, есть константные, типа, вот пахлавы и всяких таких традиционных турецких сладостей, а есть более европейские десерты, всякие медовики, не знаю, красный бархат, Прага и прочее, и просто какое-то огромное количество муссовых тортов. То есть, их прям было очень много, и их не успеваешь просто пробовать, потому что тебе уже не хватает места. По средам в ресторане «Рыбный день» там есть крабы, креветки, раки, но, честно скажу, что мне не очень понравилось, как они приготовлены, какие-то они были пресные. Ну, и вот опять на экране десерты. Не удержалось. Я снимала в основном только их. Вы думали, это все? А это не все. И вот как раз сейчас на видео та зона, которая утром из пасты превращается в омлеты. Можно выбрать любую начинку, и женщина вам пожарит, что хотите. Также есть в ресторане «Гриль». Там есть разные виды мяса, курицы, кебаб и несколько видов рыбы, как правило, бывает. Все очень красиво сервировано, разложено, доставляет прям эстетическое удовольствие. То есть проходишь, и хочется каждый миллиметр фотографировать, потому что это выглядит действительно супер, очень красиво. Теперь давайте расскажу немножко про территорию отеля и о пляже. Территория отеля, как вы видите, очень пустынна. Это может стать для кого-то минусом. Я сама очень люблю более живописные зеленые виды, но я знала, на что шла. Я знала, что здесь очень красивое именно побережье в плане песочка. Он такой мягкий, золотистый и приятный. И поэтому я просто пожертвовала вот этими видами, потому что с берега не видно ничего абсолютно. Там пустырь. Чтобы добраться до пляжа, необходимо сесть на такой мини-трансфер, который за минутку довозит вас до места назначения. Подразумевается, что они ездят там чуть ли не каждую минуту, но на самом деле это не так. Бывает, что можно потерять чуть ли не 10 минут в ожидании вот этой машинки. Поэтому я предпочитала ходить пешком. Но тут, в принципе, 3 минуты пути, 3-5 максимум. Мне кажется, это даже хорошо на ультра-олл-инклюзиве больше ходить и растрясать свои бока, и переваривать поскорее съеденное. Я потом посмотрела свой трекер шагов. Он у меня там чуть ли не по 10 тысяч шагов в день из-за того, что как раз я старалась ходить больше пешком по территории отеля и вообще до пляжа. Но на машинке прикольно прокатиться. Она так быстро едет, везет с ветерком, довозит там чуть ли не за минутку. Вот она привозит, попадаешь на пляж, проходя через пляжное кафе Маре. Там делают всякие классные напитки, алкогольные и безалкогольные. Все, естественно, бесплатно, так как ультра-олл-инклюзив. А там же располагаются снеки. Я так и не поняла, в какие часы они работают. То ли с 2 до 4, то ли с 2 до 5. Ну, честно говоря, снеки мне там не очень понравились, потому что там какая-то невкусная пицца странная. И, ну, в целом, не знаю, выбор какой-то не очень. Вот снеки у бассейна мне понравились больше. Там была нормальная, адекватная пицца, бургеры, луковые колечки. А вот сейчас на экране как раз вот эта зона перед непосредственно вхождением в воду. Такая релакс-зона с классными диванами, качельками, которые, в принципе, довольно легко занять в обеденное время. То есть, когда самый солнце пек, но очень тяжело занять вечером. Поэтому нужно это делать заранее. Кабаны на пляже платные. Они стоят 100 евро на целый день. Прямо сейчас на экране вы видите вот эту вот релакс-зону в субботу. В субботу отиллюстраивает такой мини-праздник. Все наряжается в таком стиле боха. Приглашаются особые гости, артисты, которые выступают, показывают свое представление. Также приезжают диджей, включают музыку. Вот прямо сейчас на экране этот самый момент. Красивые девочки танцуют. Диджей включает музыку. Барабанщик дополняет эту музыку по каким-то живым таким перформансам. Это все настолько классно, что здесь можно залипнуть буквально на весь день. Вообще эта зона, это жемчужина этого отеля. Уходить оттуда совершенно не хочется. Давайте теперь покажу пляж, после чего вернемся к вечерним представлениям и Тусе. Пляж песочный, очень классный. Мягкий песочек, по нему босиком ходить одно удовольствие. Он греет ножки. Заход в воду единственное, что немножко неприятен тем, что порой выбрасывает камни на берег. И вход вот как на галичном пляже. То есть немножко больно, но это буквально там сантиметров, не знаю, 50, максимум метр. Дальше все становится легко. Идешь вот по этому песку. Конечно, те, кто привык к гальке, привыкли, наверное, видеть более такое море прозрачное. Из-за песка море здесь чуть мутновато. Тем не менее, очень чистое и очень-очень теплое. Море как парное молочко. Вот мы отдыхали в конце сентября. Уже ветер был довольно прохладный. И когда выходишь из моря, ощущаешь эту прохладу на себе, хочется спрятаться назад. Окунаешься в водичку и словно покрываешься каким-то теплым махровым пледом, одеялом. То есть вода очень порадовала. Сама территория пляжа чистая, приятные. Кабаны стоят, как я уже сказала, 100 евро за день. Очень много лежаков, но все равно проблемы с тем, чтобы их занять в такое пиковое время есть. Хотя без лежаков мы ни разу не оставались. Если хорошо поискать, всегда находили. Стоят две классные мохнатые арки, рядом с которыми прикольно фоткаться. Народа на пляже много, но места всем хватает. Море большое и лежаки, если поискать, всегда можно найти. Есть спасательные вышки и у моря, и у каждого из бассейнов в отеле. Поэтому всегда под надзором. Вот рядом располагается другой отель. Чуть попроще, но с таким же классным пляжем. Отель Рома. Вечера на пляже завораживающие. Это, мне кажется, кульминация любого пляжного отдыха. Поэтому давайте немножко покажу вам анимации. Она довольно качественная. Приезжают всякие группы, поют, и под них все танцуют и веселятся. Сейчас на экране анимация субботняя. Самая такая дорогая, богатая, когда выставляется стол со всякими напитками, даже напитками в ананасах. Приезжает очень много артистов, и те, которые вживую поют, и диджеи, и те, которые танцуют на шесте. Вот бармены делают классные коктейли. В общем, атмосфера очень крутая, очень весело, здорово. И воспоминания остаются на всю зиму. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На лежачках плавать с детьми Есть релакс-бассейн только для взрослых Есть классная спа-зона, в которой есть все, что душе угодно Парная, соляная пещера, несколько саун, хамам Просто релакс-зоны, зоны для массажа Но вот есть огромный минус, работает спа-зона только до 8 вечера Это немножко странно, потому что в 7 вечера люди только приходят с пляжа Начинают ужинать, и вот в 8, когда начинает темнеть Как раз появляется желание расслабиться где-то в спа В общем, мне кажется, это такое упущение отеля Я бы на их месте пересмотрела часы работы спа-зоны Потому что у нас появлялось желание сходить в спа Именно ближе к вечеру, когда оно только закрывалось Еще там вот есть как раз-таки очень крутая вещь Бассейн внутри подогреваемый Там действительно очень теплая водичка Купаешься как будто в горячей ванной Вылезать оттуда не хочется Люди туда приходят вместе с детьми Там есть маленький лягушатник для малышей Поэтому, в принципе, если вы приехали с детьми, можете там тоже отдохнуть Если вы хотите посетить какие-то процедуры Например, сходить на массажи, вам дадут прайс В первый день действует скидка, по-моему, 15% Но вот массаж показалось мне дороговато Стоит там 50 минут 80 евро Если не путаю, 90 минут 125 евро Ну, не знаю, какого качества там массаж Вот я в Москве хожу где-то 1004 Стоит 90 минут Снеки у бассейна мне очень понравились Также там огромное количество видов мороженого, магнат и прочего Также есть водные горки Но прокатиться на них не удалось Потому что очень холодная вода в бассейне И совершенно не хотелось этого делать Прикольно, что в отеле есть номера с бассейнами Они подороже, но выглядят прикольно Особое удовольствие доставляет прогулка по лобби Потому что лобби очень стильное, красивое Там тоже располагается бар К которому прилегает витрина с кондитерскими изделиями Там всегда можно отхватить медвячок Или какой-нибудь муссовый тортик Просто перекусить Взять напиток И оттуда же выход идет на террасу Там же выше располагается а-ля карт ресторан Мы что-то хотели сходить И так и не дошли до него Забыли о нем Прикольно там провести вечер Уже как-то темно, свежо Второй лекарный ресторан Располагается прямо на пляже Там в кафе Марик Который я вам показывала Можно выбрать один из них Если вы едете отдыхать По-моему от 7 ночей бесплатно Вообще в отеле еще много всяких классных штук Которые не влезли в мои видео Например, снеки с фруктами Мороженое Кофе-зона, где делают огромное количество Как горячих, так и айс-видов кофе Очень вкусный Тоже зависит от бариста Потому что все они делают по-разному Кто-то вообще не умеет Потому что бывает Подходишь либо на баре Либо в кофейне И просишь что-то сделать Они делают странное лицо Они понимают, что ты просишь И вот так делают что-то свое В целом отдых очень понравился Была такая чудесная перезагрузка Конечно, холодновато показалось В конце сентября в Турции Но отель старается сделать все Для своих гостей Персонал очень радушный И все было замечательно Поэтому Лио остался в сердечке Еще две важные вещи Которые хотела отметить Это качество лежаков на пляже Они довольно классные И вот зонтики, которые вы видите на экране Они как будто переносят куда-то в экзотику То есть ощущение, что ты находишься не в Турции А где-то в Доминикане И второе В отеле отдыхает больше всего русских и немцев По моим подсчетам Также немножко жители бывших стран СНГ Молдаване, украинцы Поэтому часть персонала говорит на русском Но их немного В основном говорят на английском А кто-то не понимает и английского То есть только на языке жестов Но нашему отдыху это не помешало Все было отлично Не знаю, сколько будет стоить отдых в этом отеле в следующем году Потому что они, я так поняла, метят на сегмент премиум Поэтому не буду ориентировать никого по цене Если хотите, посмотрите где-нибудь на букинге Спасибо, что посмотрели это видео Напоминаю, что я не тревел-блогер Поэтому прошу прощения за его качество Я постаралась просто поделиться своими какими-то впечатлениями Надеюсь, что вы нашли для себя что-то новенькое И возможно даже запланируете поездку в этот отель Пока-пока И всем еще раз большое спасибо за просмотр